Сегодня мы продолжаем наше чтение под двум книгам. Первая книга «Руфь», а вторая книга — первая книга «Царство». Что касается книги «Руфь», я не буду даже на ней так продолжительно останавливаться, потому что сюжет сводится к одной мысли, что Мавитянка, Руфь, дала плоть и кровь, чистому израильтянину Давиду. Это первый царь. Не, не первый царь, но лучший царь. Это самый, можно сказать, достойный царь. И мы видим, что в его крови, в его жилах, вернее сказать, течет кровь Мавитская. Перейдем к книге «Царство». При необычных чудесных обстоятельствах появился Самуил. Самуил — это ответ Божий на молитву его матери Анны. Вы читали, как усердно Анна молилась. Настолько было велико усердие ее молитвы, что старый священник Ильи, который много уже повидавший за свою бытность молившихся людей, в Скинии, такой искренней, горячей молитвы, как он еще не видел. Он даже был в неком смущении. Он поначалу подумал, что она напилась вина Исекена. Но она ответила, что я изливаю душу мою предпоследованию. И не считай рабы твоей негодную женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Убедился в этом священник Ильи и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое. Чего ты просил у Него. И действительно в скорости вспомнил, как говорит нам Писание, о ней Господь. И она родила Самуила, которого она обещала посвятить Богу. Чтобы он был назареем. И через непродолжительное время, можно сказать, в позднем младенчестве отдала Его на служение Скинье. И нам известно, что у Ильи, священника, были также сыновья. Эти сыновья, как нам говорит Книга Царства, были священниками, негодными священниками. Для них Церковь Господь не была кормушкой. Помните, да? Как живописно об этом повествует нам библейский текст. И послал Господь Самуила в утешение священнику Ильи. И нужно не забывать, вернее, нужно помнить о том, что Он был также еще и судьей израильским. Продолжительное время. И пришел человек Божий, Ильи, и сказал ему пророчество о будущем его семьи, его рода. И вот важно заметить, что было дважды произнесено пророчество неким человеком Божьим, которого имени библейский текст нам не называет. И второе пророчество было от отрока Самуила. И в этом пророчестве есть такие слова. Я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал. Как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Здесь очень важные слова. Здесь идет речь об отце как воспитателем. Нам много дает текстов Священное Писание, особенно Ветхого Завета, как Завета Педагогики, что отец должен наказывать, воспитывая Сына Своего. Тот не любит Сына Своего, если он жалеет розги для Него. И в таком духе мы узнаем, как должно воспитывать отцу Своих Сына. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не заглавится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Равнодушие и беспечность в деле воспитания являются громадным грехом. Здесь прямая вина этого священника в том, что он не воспитывал Своих Сыновей. Ему об этом говорили и люди, о нечестии Его Сыновей. И были откровения от Бога. В этой третьей главе, где идет речь об откровении, мы видим, что отрок принимает эти откровения. Ранее мы не слышали об откровении детям. Первое откровение. Отрок. Этот ребенок был вымоленным ребенком. Был сосудом. Избранным. И угодным. Выслушав Самуил сие пророчество о доме свое, смиренно все-таки сказал, нужно отдать ему должное. Он, Господь, и что ему угодно, то да сотворить. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его, не исполнившимся. И все точно стеслось. И вот здесь важно обратить наше внимание на то, что нет силы покаяния, которая способна менять замысел Божий. Понимаете, это очень важно. Понимаете, это очень важно. Что-что? Что-что? Значит, речь о покаянии. Покаяние, оно не было таким, каким мы представляем себе его сейчас. Покаяние — это не просто психологическая перемена внутри человека по отношению к предмету греха. А покаяние — это способность, которая поддерживается прежде всего силой Божией внутри человека. Мы знаем, как тяжело человеку совершать покаяние. Одно дело — осознать грех. Вот осознать грех человек может, но этого недостаточно. Самое главное — человеку постоянно возрастать в деле покаяния. Почему постоянно говорят о покаянии и святые люди? Мы знаем, такие аскеты, как Макарий Египетский, Антоний Великий, Серафим Саровский — это величайшие святые церкви. И они говорили о том, что они не знают, положили ли они начало своего покаяния. Несмотря на то, что жизнь их была, скорее, жизнью воплощенных ангелов, чем людей. Но, тем не менее, они говорили о покаянии. Потому что покаяние — это перемена. Перемена, которая может быть от плохого к хорошему, это для нас понятно, но она может быть также от хорошего к еще лучшему. От еще лучшего к еще лучшему. И так до бесконечности. Покаяние — это естественное состояние жизни для верующего человека на всех этапах его духовной жизни. Не может быть в духовной жизни, если человек не совершает покаяние. То есть покаяние является синонимом совершенства. Будьте совершенны, как Отец Небесный совершенен есть. Он совершенен безграничным. Нет потолка для совершенства у человека. Потому что Бог соединился своей любовью телесно с человеком. Послал Сына Своего Единородного, отдал Ему человеческого Сына Своего. И обновил человека настолько, что человек стал новым человеком. Поэтому Христос и называется Новый Адам. Этого не мог не признать даже сам Понтий Пилат. В той толпе, которая стояла в ту страстную неделю возле дворца Пилата, был единственный человек — Христос. И он простодушно сказал, все чего больше не было людей. Люди превратились в зверей. И мы знаем, как изменилась радикально жизнь, духовная жизнь людей во Христе. В принципе, жертвы хлебные и кровавые жертвы, которые приносились, они были не покаянием. Они скорее были неким фактом. Фактом того, что человек признает Бога. И поэтому ему приносит он эту жертву, а не какому-то молоку или догону. Покаяние — это громадная внутренняя работа в течение всей жизни. Осознавая свое недостоинство и со смирением, человек испрошает благодать и брожит, потому что понимает, невозможно человеку изменить себя своими силами. Иоанн Креститель, величайший из людей, не было большего из людей, так сказал о нем Христос. И он не единого, как нам говорит в Писании, чуда сотворил. Основное чудо этого величайшего святого было его жизнь, его личность человеческая. А он, как нам известно, был учителем покаяния. Он сам всю свою жизнь с возраста Самуила посвятил Богу. И в возрасте мужа совершенно, в 30-летнем возрасте, отправился движим Духом Святым к народу. Учить тому, чему научился сам. Поражение Израиля филистимлянами, несмотря на энтузиазм религиозный, который возник в тот момент у евреев, когда по рекомендациям старейшин они увидели, вернее сказать, да, увидели, увидели Ковчег Завета в своих рядах. Они громко вскричали, как нам говорит Писание. И филистимляне были напуганы этим криком, узнав тем более о том, что Бог Израилев присутствует своим Ковчегом в среде воинов еврейских. Но Ковчег присутствовал, а Бога там уже не было. И мы видим поражение Израиля. Видим, как Господь отвернулся от Израиля. Потому что нечестивые священники, сыновья Илья, внесли Ковчег святые израильские. И взяли филистимляне Ковчег Божий, сокрушили войско израильское, и внесли его в храм Дагон. И поставили его подле этого идола. Но поутру, на следующий день, они обнаружили поверженного идола Дагона, который стоял возле Ковчега. Они его перенесли в другой город. Но там появлялись наросты-коросты на телах филистимлян. Мыши съедали урожаи, а другие и вовсе умирали. Вопль городов филистимских восходил до небес. И жрецы филистимские предложили, для чего он ожесточает сердце ваше. Как ожесточили сердце свои египтяне и фараон. Вот когда Господь показал силу свою на дне, то они отпустили их, и те пошли. Итак, сделайте колесницу, и в эту колесницу поместите Ковчег, и сделайте золотые вещи в форме корост, которые наросли на телах ваших и золотых мышей. И отправьте в стан израбельств. Имеет ли какой-то смысл? Нужно заметить, что сделали эти золотые предметы не по наитию Святого Духа. Хотя наша Церковь имеет аналогичную практику. Нельзя сказать, что это некая канонизация этой практики, такая церковная, церковные указания. Но тем не менее, Церковь это приемляет, потому что принял это и Господь. Он же не отверг эти золотые предметы, как Он отверг рядом стоящего идола Тогота. Это было выражено смирение филистинского народа. И хотели увековечить именно свою боль и свой грех перед святыней евреев. И извояли эти предметы. Наша практика, вам известно, такова, что возле икон наших православных есть золотые или серебряные предметы в форме каких-то отдельных анатомических частей тела человека. Руки, ноги, сердца, кончики, все что угодно. У нас не очень принята эта практика в русской Церкви. Но в других церквях чудотворные двух иконы буквально завешивают все так вот. Снимают по Богу раз, чем потом это переплавляют эти золотые предметы или серебряные. Потому что это бывает настолько много чудес совершается возле этих икон, что это переваливается тысячу этих предметов. То есть это очень много. Или там корабли какие-то маленькие, золотые или серебряные. Кому-то Матерь Божия сохранила их корабль. И вот они в благодарность капитан, моряки делают кораблик как память. А потом это все переплавляется и делают какие-то дополнительные ризы облачения для Матери Божьей или для других каких-то святых кому эти приношения приносят. и эти ризы могут даже менять. То есть у некоторых икон есть ризы серебряные, золотые, которые меняются в зависимости даже от некоторых праздников. На праздник меняют. Это все выражение человеческой любви и благодарности за неиссякаемую милость Божьей. Мы видим далее, что Господь наказывает жестоко много тысяч людей за любопытство, желающих посмотреть внутрь этого ящика, потому что именно так переводится ковчег на наш язык. Ящик. Ковчег Ноя, ковчег Завета. Ковчег часто Мощерик называют также ковчег. Всегда предполагается, что ковчег хранит тайну. И войти в эту тайну возможно только очистив свое собственное сердце постом и молитвой, покаяния. Но когда человеческая рука прикасается к святыне, то Господь наказывает этих людей. И в результате оказался необычным образом ковчег завета в Кириаф и Ариме. В доме Аминодава. А вот сына Аминодава посвятили священника и обратите внимание, что он был левитом. Это сказано в первой книге Парелепоменом в 15 главе 10-11 стих. Потому что здесь не очень понятно, что это из колена леви. А мы знаем, что только левиты, потомки леви, имеют право быть священниками. Прошло лет 20 и обратился весь дом Израиля к Господу. То есть так нам говорит Писание об израильтянах того времени. Мы-то знаем, какое было двоеверие. И удалили сыны Израиля и Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу. Поражение филистимлян в скорости совершили израильтяне и постились в тот день и говоря, согрешили мы перед Господом и судил Самуин сынов Израиля в Массифе. То есть пост необходимое условие для платоядных израильтян. сегодня в основном основной мотив нежелания поститься это вот это наша плотскость и плодоядность. Мы хотим наслаждаться. Мы не хотим быть людьми, а человек это существо, которое взирает прежде всего в небо, которое прислушивается голосу Божьему. И для этого необходимо обуздать немного свою плоть, нажать на тормоза для того, чтобы почувствовать, что мы не только живем плотью, но и душой, духом. Без поста не может быть духовной жизни по определению. Не может этого быть. Скажет Господь Божий для апостолов, казалось бы, людей, приближенных к императору. Они тоже не до конца все понимали. Только постом и молитвой изгоняется род семьи. мы знаем, как протестанты говорят о том, что они уже друзья с Богом, братья, поэтому им не обязательно уже поститься. Но иногда, конечно, бывают какие-то родения, но это все связано скорее не с пащением, а с какой-то экзальтацией чувственности. Самуил все простите, Самуил собственно был на то время судьей израильским израильским. И Господь давал ему откровения относительно Израиля. Но вот интересная произошла история. 8 глава, я думаю, что ее почти всю нужно нам прочитать от начала до конца. Она является началом другой эпохи, потому что в этой книге Царств, включая 7 главу, мы еще имеем дело с периодом сути Израиля. Вообще еврейское название первых двух книг Царства звучит как первая и вторая книга Самуила. А Самуил это судья израильский. Но вот 8 глава нам рассказывает о следующем. Когда же составился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. А вы же знаете, что не все судьи израильские были харизматичными людьми в плане получения откровения от Бога. Некоторые узурпировали власть, некоторые наследовали, избирали, люди их. А вот Самуил был одним из тех судей, которых был действительно Богом избран из соседей. И вот имя старшему сыну его Иаиле и во втором сына Алия они были судьями вверхами. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили привратно. Та же история, что и с сынами Ильи освященник. Но Господь не осудит Самуила за плохих сыновей, а вот Илья его не судил. Потому что Самуил видимо воспитывал своих сыновей, но другое дело, что вольному воля, как говорят в народе, а спасен на рай. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. В некоторых случаях человек просто решает для себя принять для жизни другие ценности, цели и исповедуют эти ценности. Вот сыновья Самуила были коростолюбивые и брали подарки. Очень мягко сказано на нашем языке сказано было бы брали взятки и судили привратно соответственно. Поэтому здесь не просто подарки, потому что подарки, собственно, здесь ничего плохого еще нет. Но именно эти подарки, мы через запятую читаем, судили по этой причине привратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, там, где было постоянно место жительства Сынки. И сказали им, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобой. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им право царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу просящему у него царя, и сказал вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяча начальниками и пятидесят начальниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный чтобы они составляли мась и варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст еврокам своим и слугам своим, и рабов ваши, и рабынь ваш, и юношей ваших лучших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего И сами вы будете ему рабами, и воскинаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас, царь наша, и ходить перед нами, вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их слух Господа, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса их, и поставь им царя, и сказал Самуилу израильтянам, пойдите каждый в свой город. Мы видим в этой главе совершенно все, на что обменял Израиль Бога. Господь говорит, объяви ему об этом, что ожидает его. И несмотря на то, что Израиль из усту Божьих через своего пророка узнает о том, что будет с народом израильским соглашается, пусть царь царствует над нами. Мы хотим быть, как прочие народы. Скажите, это говорит о плотянности этих людей, да, что не хотели зрения Божья, над ними был плохо. Но было там недостаточно, потому что у них сердце было настолько привыкшее видеть и чувствовать, ощущать, да, именно. Вот в этом, как вы понимаете, что им же такой жертвы пришлось перестать на царя, и не готов был ее отдать. Вы знаете, прежде всего, что нужно здесь сказать, что чего хочет сегодняшний народ? Стабильности он хочет, прежде всего. Вы знаете, неважно, какую дубину народ хочет, или президента, или, понимаете, какую-то корпоративную форму власти, парламент, или там что-то еще, царя. Человек современный, прежде всего, хочет стабильность. Ему не важно, кто будет им владеть и царствовать. Ему важно, чтобы он получал вовремя хлеб и зрелище. Почему имели успех римские императоры, когда провозглашали для черни римской хлеб и зрелище «получите в Колизее». И все устремлялись в Колизей, и там, кушая этот хлеб, смотрели на эти зрелища. А эти зрелища, как нам известно, были кровавые. Убивали и терзали звери первых христиан. Люди хотят стабильности для своих развлечений, для удовлетворения своих инстинктов. А что было во времена судей? Была стабильность? Никакой стабильности вообще не было. Было время жуткое, с точки зрения каких-то формальных полицейских норм государства. Все было плохо, если смотреть глазами нашего современника на ситуацию. Были какие-то судьи, были какие-то старейшины, пророки иногда проскальзывали. Они о чем-то говорили, но в основном они говорили о том, что у вас есть закон, который дал Господь в вас, когда вывел вас из рабства египетского. Дал вам этот закон, как свободным людям. Живите по этому закону и вовеки будете свободными людьми. И мы вспоминаем слова из книги Левит, 25 глава. 38 стих. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханамскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя. Сам идите его с ним и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабынь у народов, которые вокруг вас. Также из детей, поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать из племени их, которые у вас, которые у них родилась в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их наследство и сынам вашим по себе, как имение. Не вечно владейте ими, как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилем, друг на другом не господствуйте с жестокостью. Мы видим, что замысел Божий об израильском народе был как о свободном народе. Они не имели права господствовать друг на другом. Если даже через какие-то материальные трудности кто-то из евреев продавал себя в рабство, они должны были на седьмой год отпустить его на свободу, семейству его. Потому что они мои рабы, говорит Господь. Рабство Богу делает человека свободным для всяких владык земных. И об этом не мог не знать еврейский народ. Время, нестабильное с точки зрения того, что не было дубины и полицейских форм управления народом, людей, как мы видим, расстраивало. Они хотели все то, что было у соседних языческих народов, как у прочих народов. А Господь хотел, как позже будет это определено, теократия. Теос, Бог, Кратос, власть. Он хотел только владеть этим народом. Но именно как по свободному произволению этого народа. Насилия в вере в Бога не может быть. Народ может согласиться, приняв обрезание, стать членом народа Божия. И в него могли войти прочие народы, присоединиться к этому свободному племене людей. Мы знаем, что иноплеменники могли войти в священный народ еврейский. И стать частью Ветхозаветной Церкви. Батюшка, ну должны ли быть какие-то посредники все равно между Господом, между Богом и людьми? Моисея не стало, Иисуса Навина не стало. А судьи не все имели откровения. Опять это было связано с тем, что если кто-то не получал из судей откровений от Бога, то это было исключительно по энтузиазму людей. Они сами находили какого-то человека, которого они видели лидером, способный повести за собой. То есть, используя свои человеческие интуиции, они избирали какого-то человека себе в лидеры, в сути. Но Господь посылал всегда богооткровенных людей, которые могли наставлять, им разумлять, и призывать, и просвещать. Недостатка в таких людях не было в течение всей истории до 8 главы Первой книги Царства. Посредники. Они были. Здесь мы видим появление царя из сынов Вениамина. То есть, из колена Вениамина. еще не так давно была пренеприятнейшая история, связанная с потомками Вениамина. Они опустились в глубину мерзости и нечестия потомки Вениамина. Стали подобны Содому и Гаморе. видимо, то действие на малое количество вениамин, 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 божие действие произвело глубокое впечатление Вениамин. избирается царь из среды Вениамина. Здесь несколько интересных моментов. Господь говорит Самуилу. Помните эту историю со слицами? Не буду пересказывать ее. Я пришлю к тебе человека, говорит Господь Вениаминовой, из земли Вениаминовой, и ты помашь его. То есть здесь идет речь о том, что Бог пришлет. И ты помашь его, правителя народу моему Израиля, и он спасет народ мой от луки Филистимля, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Нам в 9 главе предлагается описание внешнего образа Саула. Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. То есть качества внешние были качества лидера. Состоялся разговор между Самуилом и Саулом. Самуил открывает Саулу о том, что он будет царем израильтян. И дает ему несколько знамений, когда войдешь в Изилию. Там увидишь сон пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалты, и типаны, и свереби, и гуси, и они пророчествуют с ними. И сделаешься иным человеком. И ты будешь пророчествовать, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может, рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжения и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти к Самуилу, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Все знавшие его вчера, то есть Саула и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг к другу, что это стало с сыном Кисовым. Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех, кто отец, посему вошло в пословицию, неужели и Саул во пророках? И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. Мы видим здесь несколько интересных и любопытных деталей. Первое. Почему-то идет речь об этих характеристиках внешних, качествах. С другой стороны, говорится о том, что Господь избрал именно этого человека. выделил из среды израильтян. Более того, Господь дает ему благодать, и он начинает пророчествовать вместе с сынами. И, как говорит нам Писание, что он сделался иным человеком. Сердце его стало иное. Настолько это было потрясающе, что те, кто знал Саула, они стали в один голос говорить. Неужели и Саулу во пророках? Ну, если уж Саулу во пророках, то есть они знали просто как такого, знаете себе, хорошего деревенского парня, который мог, может быть, быка сварить своим ударом руки. Но здесь он пророчествует. Значит, Бог все дал для того, чтобы он был способен царствовать над Израилем. Но мы начинаем в тексте находить его самовлюбленность. Эта самовлюбленность очень хорошо проявилась, когда он взошел на Кормил, гору Кормил, и там невиданное дело для Израиля. «Поставил себе там памятник при жизни». Нам об этом говорит 15 глава, 12 стих. «Увековечить решил себя Саул». И все это после того, как он уже узнал о том, что Господь не благоволит к нему. Помните, в этой же главе Саул совершил жертву, принес жертву Богу не по чину, не как должно по уставу Ветхозаветной Церкви. И за это потерял благоволение. Значит, если кто-то говорит о том, что «я имею Бога в душе», что «я могу как-то сам там спасаться», ну, может быть, и Царство Божие такое для него будет, где там никого не будет, он будет сам. И что ж это будет за Царство? Это Царство могильной тьмы и могильного покоя. Царство там, где есть царь и там, где есть подгонные. Невозможно спасаться в одиночку. Спасаться можно только сообща. А значит, что все должно работать, действовать внутри организма Церкви, как в любом другом организме, и иерархически. Если мы будем принимать решения органами, которые чуть ниже пупка, вместо того, чтобы принимать решения, то, что на вершине человеческой телесной природы, то, конечно, будут только одни ошибки. Все должно быть благообразно и по чину, и иерархическому. Меньшие, как известно, по словам апостола Павла, благословляются старшими. И нельзя, чтобы было по-другому. Иерархия. Вот что делает организм организмом. А вот раковая опухоль – это тоже организм, который внутри человека. Но она не имеет иерархии. Она разрастается беспорядочно в разные стороны, не имеет определенной формы. И нам говорится в 23-м стихе этой же главы. Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Мы видим, что Господь готов принять желание Израиля подчиниться царю, жить под началом царским. Это в 12-й главе идет об этом речь. В частности, в 20-м стихе «И отвечал Самуил народу, не бойтесь, грех этот вами сделан». То есть в 19-м стихе идет речь о том, что они просили себе царя. То есть они уже посчитали, что это грех. Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед в ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят. Ибо они ничто. «Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим. Я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на будь добрый прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. «Если же вы будете делать зло, то и вы, и Царь ваш погибнете». Замечательные еще слова в 12 стих этой же главы. «Нет, Царь пусть старствует над нами, вы сказали мне, говорит Самуил к израильтянам». Тогда как Господь, Бог, Царь ваш. Но Господь в каком-то смысле готов отказаться от того, чтобы Его народ называл Его Царя. Называйте Царем своего избранного Царя, человека. Но поступайте по заветам моим, по заветям моими. Тогда ни вы, ни Царь ваш не погибнет. Господь легализирует ту власть, которую навязал Ему народ. Вот здесь очень важно понять. Бог принимает то, что навязано Ему людьми. И когда идет речь о том, что «Царь помазанник Божий», то это только часть истины и правды. Да, действительно, Царя помазывал пророк, в частности, Саула и Давида помазал Самуил. Но нужно помнить предысторию, что это не по сердцу было для Бога. Это желание израильтяне. Но, поскольку Господь легализировал царскую власть, Он будет, конечно же, заступаться за помазанник. Здесь также есть еще грех Саула, когда он победил Амалика. И помните, что он должен был сделать с Амаликитянами все уничтожить. Но он как прагматик все лучшее, как говорит нам Писание, велел оставить для того, чтобы это для хозяйства пригодиться. Но здесь было нарушение воли Божьей. Мы уже говорили о заклятом, я не буду повторяться. помните, в 8 главе идет речь о том, что вести войны наши, сказали, мы будем, как прочие народы, 20 стих. Будем судить, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши. А вот очень часто встречаются такие слова. в частности, в 17 главе 47 стих. И узнает весь этот сон, что ни мечом, ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа. И Он предаст вас в руки наши. Вообще, раньше, до царей, был замысел такой, что Господь муж брани. Он военачальник. Помните, когда Иисусу на вину явился муж брани? Он должен был быть военачальником. Но они сказали, пусть старь ведет войну нашу. Это полное беспамятство. Почему, когда говорят, забывают историю и свою традицию, то прежде всего идет речь о том, что делает нас народом, преемником, своих предшественников, благодарными детьми своих отцов. они забыли, что Бог вел эти войны. Дальше появляется на исторической сцене библейской истории царь Давид, тогда еще потрох. И в 16 главе Господь обращает стопы Самуила в дом Иесея, где он должен был разглядеть будущего царя для Израиля. И когда они пришли, он увидел Элиам, сказал, верно сей перед Господом помазанник его, то есть так подумал Самуил. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Помните, уже однажды была интересная такая история с красавцем и ростом выше всех остальных. Саул. И я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иесей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не справа. Одним словом, закончилась история, когда нашли Давида. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А вот Саулом стало происходить нечто. 14 стих нам говорит, отступил от Саула дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Вот здесь очень важная мысль, на которую нужно нам обращать свое обращение. Дух злой напал на Саула от Господа. Не может эта дикая тварь, которая рыкает, ищет кого поглотить, как отнять дар Божий у человека. Этот падший ангел не может действовать вероломно во своей воле без попущения Божия на человека. На свиней он не может действовать без воли Божьей, как нам становится известно из тех событий, которые произошли в стране водоемства. И сказали слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога, возмущайте, и пусть Господин наш прикажет слугам своим, который перед тобой, поискать человека, и нашли этого человека. И вот здесь интересная деталь. В 22 стихе, когда был найден Давид, как мастер своего дела, игры на свирели, на псалтыре, Саус послал сказать Есею отцу Давида, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взяв гуси играл и от радней и лучше становилось Саул и злой дух отступал от него. Интересная деталь тем, что когда Давид юный человек не сказать молодой человек ему уже 20 лет 25 лет было когда он вышел на Голиафа бесстрашно с молитвой и упованием на Бога и пустил камень пращи в лоб Голиафу этому надменному человеку и поверг его на землю было торжество не только военной баталии, но это было торжество веры. Но вот удивительная вещь, Давид умиротворял дух Саула и Саул знал, как зовут Давида, Он даже посылал к Отцу Иисею, чтобы Он отпустил Его к нему в царский дворец. Но нам говорится, что И спросил его Саул после поражения, это 58-й стих, «Чей ты сын юноша?» И отвечал Давид, «Сын раба твоего Иисея из Вифлеема». Вот здесь мы видим, что у Саула вследствие тех гордых амбиций в отношении строительства памятника себе, затем злой дух начинает мучить его, начинается деградация личности, он уже не помнит о том, как зовут его собственно спасителя, который был лекарем ему, который спасал его в годины мучений от злого духа, как сын тебе имя. расплачивался, конечно, благодарность Саула была очень необычной, он бросал в него копье, и не один раз, но уклонялся Давид. Потому что завидовал Саул Давиду. Ведь воспевали, что народ воспевал славу Давиду, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Это не могло не отразиться на деградировавшем и числепивом Сауле. Что же мы видим дальше? Устраивается гонение Саулом на Давида, но проявляется необычное благородство Давида, его человеческие качества, которые так редко встречаются на страницах Ветхого Завета. Помните, когда он мог убить Саула и в пещере, и затем в его палатке, но он сохраняет ему жизнь и только указывает на то, что я мог тебя убить, Господин. называет его господин. И он помнит о том, что он помазан им Божий. И что если Господь дал ему помазание сие, то Господь найдет и пяти, говорил Давид, чтобы лишить его жизни. конечно, жизнь Исаула, как нам известны из последующих страниц, бесславное, бесчестье, это самоубийство, самоубийство, которое постигает многих предателей, которые отчаялись в своей жизни. Затем мы видим еще очень интересный эпизод. Помните, когда Саул обратился к аэндорской волшебнице? И там есть такие слова в третьем стихе. Саул же изгнал волшебников и гадателей и страны. Что это? Проявление послушания закону Божию, проявление благочестия у развращенного Саула. или что это такое? Совершенно очевидно, любой диктатор всегда имеет мысли преследования. Мания величия по сценарию психических заболеваний заканчивается манией преследования. И вот эта мания преследования стала мотивом к тому, чтобы изгнать всех волшебников, чародеев из своей земли, чтобы они порчу на него не навели, чтобы ему плохо от них не стало. но не потому, что он так прислушался закону Божьему. Из чего мы можем сделать такой вывод? А все очень просто. Когда Господь отверг его, а это уже было много раз, Господь давал ему надежды, это видно из текста, но когда угрожала ему смерть через поражение в войне, он обратился к этой аэндорфской волшебнице. И здесь очень странная вещь, когда волшебница путем некого такого спиритического сеанса вывела дух Самуила из ада. Почему Самуил в аду для нас всех известно, что все праведники Ветхого Завета уходили в ад. Ну а в каком-то смысле волшебницы имели некую такую власть над этим миром адских пленников. И поэтому он выходит навстречу Сауну. Что-что? Сотрудничество. Да, некое такое сотрудничество. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь, сделая то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал глаза Господня и не выполнил вот здесь очень интересные слова. В 18 стихе второй половине этого стиха. И не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. Вы помните этот случай, когда он для хозяйства приберег лучших овец там и ослуг и так далее. А он должен был быть явить ярость Господню над этими язычниками. Интересная вещь получается. Многие задают этот вопрос. Почему Господь так относится к язычнику? Язычник уничтожает их тысячи через евреи. Дает им помните исключительную силу. Когда Гедеон помните с трехстами воинами поразило огромное количество хананеев тысячи и когда Гедеон хотел взять их больше помните Господь сказал нет буду думать что они сами смогли победить своими силами воинскими силами и тогда Господь говорит пусть те кто хотят уйти пусть уйдут без препятствий и многие ушли но все равно осталось их много для того чтобы явилась слава и тогда такой интересный момент некое такое знамение кто как кто как пьет от этого должно следовать кто пойдет на эту брать а кто нет помните эту деталь интересную кто пил как животное наклонившись значит те были отсеяны а те кто черпал рукой и вот этот интересный момент что те кто не озверели до конца кто имели человеческие характеристики только они могли идти на эту брань которую совершал Господь через них а таковых осталось всего-то 300 человек совсем ничего и вот здесь Самуил открытым текстом ты ярость Господню не совершил то есть получается что Саул в каком-то смысле был гуманнее чем Бог и вот здесь я отвечаю на вопрос который мы оставим вот многие думают почему же так расправляется Бог с людьми но Бог всего лишь скажем так играет по тем правилам которые выстраивает сам человек а какой кодекс чести воин того времени уничтожать всех не своих захватывать то есть Господь отвечает таким же методом люди были настолько озверевшие по отношению к другим к иноплеменникам почему же так Господь это вроде как не в кодексе чести у Бога но нужно понять что Господь говорит на языке понятном для менталитета того времени потому что только сила физическая сила является определяющим того что за силой истины и обратите внимание террористы которые из мусульман в основном что они понимают язык чего может быть каких-то мирных переговоров или язык взаимной дубины приходилось мне и общаться с людьми которые служили в Афганистане и вот героическое проявление многих воинов Аллаха так сказать было достаточно героическим но когда они оказывались в блину или в какой-то зависимости то где героизм этот девался это было полное полное знаете такое вот полное противоположное всякому героизму это было полной деградации героичности этой личности только страх только сила собственно террор с латыни в переводе буквально страх они пытаются говорить с этим миром на языке террора на языке страха первый этап любой баталии того времени и сегодня для мусульман это прежде всего психологическое устрашение отрезание ушей и так далее головы на глазах у своих врагов для того чтобы устрашивать психологически раздавить подавить на каком языке Бог может говорить с такими людьми только на аналогичном языке вы только можете бояться то чего вы показываете другим что вы показываете другим вы пытаетесь внушить всех страх так вы сами боитесь страха помните как филистимиляне испугались когда услышали клич встание израильцев хотя он был всего лишь кличем религиозного такого экстатического энтузиазма это не было подлинным одухотворением воинов израильских потому что они потеряли израильтяне ковчег завета но они испугались стан израильский стан филистимский пришел в движение от страха и боярства если вы мне назовете имя хорошего человека я конечно с вами дальше продолжать хорошо вот понимаете дело в том что аналогичные вопросы всегда задают понимаете вот таким вот нам жестоким православным христианам понимаете вот вы так значит вот понимаете далеки от идей гуманизма это было понимаете в эпоху гуманизма так сказать ренессанса возрождения вот вы христиане плохие а вот тогда были люди в античные времена понимаете израильтяне видели сколько божественных знамений и что было много среди недобрых людей рабом Господнем называет только Господь Моисея Иисуса Навина то есть тут просто Господь уже как-то понимаете ну что на безрыбье собственно и рак рыба поэтому приходится как-то уж понимаете спасать человечество здесь мы видим уже и Давида как стратега как лидера потому что он возглавил вначале просто группу которая возрастала со временем израильтян которые поддерживали Давида и конечно понимали что Бог отступил от Саула конечно действия Давида этого человека достаточно такого прекрасного человека тем не менее вот набеги Давида 27 главе помните как он там тоже опустошал опустошал Давид амаликитян и не оставлял в живых ни мужчин и ни женщин и забирал овец волос вербутов и одеждой возвращался и приходил к анкусу анкус тоже из филистимлян амаликитяне амаликитяне это кочевые племена то есть это не оседлые племена они были достаточно вот такие варвары которые с ними вообще на другом языке нельзя было говорить это бандиты амаликитяне это именно племя бандитов понимаете но кровь лила крикой без страха без всего убить человека это как в общем-то муху пресло но опять-таки я подчеркиваю что человечество само пишет кодекс чести само решает по каким правилам нужно вести военные баталии может быть об этом говорите в завете в Синайском завете Богом об этом нет речи просто Господь говорит всегда на том языке на котором понятно с ученым он будет говорить на языке науки вот почему тот же Ломоносов он понимаете он видел в окружающем мире книгу которую Бог написал и он считал что человек должен прочитать он говорил Бог дал две человечеству книги первая книга это священное писание через которую читаем которую человек должен постичь волю Божию которая ведет ко спасению а книга этот окружающий мир потому что она ведь тоже написана словами Бога Господь говорил это наша земля это материальный носитель смыслов Божьих потому что в основе каждого растения каждой пылинки и планеты лежит Слово Божие и благодаря Слову Божию которое заложено в основу того что это существует оно живет или так сказать движется по своей траектории и вот когда мы читаем этот мир книгу которую написал Бог то мы постигаем его мудрость Господь говорит с подобными Ломоносову на языке науки а скачевником седалопоклонником который понимаете всех почитает богов идолов которые у которых много всевозможных историй легенд что это сильные сверх какие-то существа титаны они значит их истина за ними истина потому что за ними сила как можно говорить с такой ментальностью на каком языке на языке блажения чистей сердцем якоти и Бога узрят блажение милости якоти и помилованы будут так это будет как очевидная слабость принята и таких только к ногтю можно прижимать конечно совместить в себе христолюбивое воинство и вот вне от христолюбивое воинство помните нам рассказывает история про матросов воинов Федора Ушакова когда они брали французскую крепость на острове Корфу и когда они взяли пленников и когда мусульмане которые на то время турки были союзниками для русских хотя они воевали все время против России но на тот момент они были союзниками в борьбе с французами и когда русские брали французов в плен а турки следовавшие за ними убивали французов пленников убивали и вот наши русские офицеры выкупали за деньги своих же пленников у турков вот что это понимаете что это за ментальность есть разница у христолюбивого воинства и воинства Аллаха вот что-то аналогичное вот ментальность мусульман это ментальность людей того времени евреев того времени потому что мусульмане не признают одного Бога единого Бога но в то же время это синкретическая религия то есть чего она только не совмещает на сегодняшнем день себе ну вот ментальность та же самая ну собственно все то что можно было сказать за час и сорок минут а сейчас я слушаю ваши вопросы нет нет помазали да когда Саул еще оставался царем но нужно заметить что от него осталась только царская короба понимаете а уже благодать Божия то что делал собственно он существовал но тем не менее понимаете бог дает благодать бог ее отнимает и в праве бога мы должны понять что бог понимаете действует всегда вне логики человечества пути ваши это не мои пути говорил господь глубину все таки смирения давида что он знал о том к какому высокому служению призывает его господь и тем не менее понимаете он все таки несмотря на то что на его как бы в его руках была удача в плане того чтобы убить Саула и конечно же за ним пошли бы сразу толпы евреев потому что все уже знали его как выдающегося стратега победителя и так он как помазанник говорит что он не положит руку на помазанник да он не мог этого сделать помните такая мотивация была когда его и слушали его сопровождавшие батюшка вот несколько раз подчеркивается там отдельно выделяется племя Иудина и все остальные это израильтяне это все связано с тем что значит книга была написана уже тогда когда и израильское царство значит было разделено на две части израильское и иудейское поэтому это писал не хронист в смысле не современник вот а было написано спустя когда уже царство было разделено почитаю еще да ну вы почти ответили что почти ответили на мой вопрос насчет деградации это когда Саул родивал Давида и давал ему снаряжение свое агентство чтобы он выступил против галя а это тоже как деградация считается потому что ну как он выдавал свое снаряжение все и вдруг приглашает и спрашивает кто ты да вы знаете это один из моментов почему потому что собственно он уже общался с ним он уже общался с ним как с музыкантом он уже сейчас общается с ним как с человеком который готов идти на сражение то есть он знал его об этом говорили люди ну и тем не менее да действительно как какая первая глава читается просто стих не умножать речей над верст и слова да не исходят из муств ваших ибо господь есть бог бедный и дела он взвешены лук сильных прилавляется а не мощнее припомясывается с силой сытые работают с хлеба агентство даже бесплодные агентство и раз там причастлив и примагают господь и начисляет и оживляет и изводит преисподни и возводит господь смысл так хорошо так вопрос в чем это акома боги ну конечно бог все только может сделать а для нас как выводы допустим это напоминает новозаветные члены конечно почему потому что понимаете вот здесь вы правильно очень сказали очень вот именно очень-очень важная такая мысль дело в том что вот эти новозаветные мысли они будут сквозить красной нитью понимаете через все тексты священного писания ветхозавета потому что именно вот этот замысел понимаете то к чему господь хочет привести человека именно такой нравственности хочет именно такой духовности хочет господь от них помните как говорит господь несмотря то что сам устанавливает жертвы кровавые жертвы он говорит опротивили мне жертвы ваши значит возношение значит тука и так далее просто господь дает то что понятно для людей но на самом деле всегда в дубне своего сердца желает другого это понимаете это как педагоги их родители родители готовы говорить на языке своего малыша растущего но они там в замысле имеют совершенно другие мысли они не могут их раскрыть потому что они не смогут их вместить эти мысли но тем не менее не сквозят конечно потому что они должны как бы напрягать какое-то усилие ума и сердца для того чтобы чувствовать что тайна есть в отношении с Богом что не все так прозаично в отношении с Богом сколько соук царствов я точно не знаю точно но не очень долго видимо не очень долго видимо не очень долго хотя и нельзя сказать что мало потому что по некоторым моментам когда мы смотрим по тексту то все-таки может быть десятилетия может быть даже больше нет 30 может быть даже да возрастание возрастание Давида вы знаете филистимляне вообще особый народ если взять Канаане то они оседлый народ которые жили на территории значит обетованной земли а филистимляне это вообще очень интересный народ они по всем предположениям направились к нам из Крита Крит это достаточно такая мощная цивилизация того времени у них уже были свои корабли свои оружия помните там интересная такая деталь что евреи вот они побеждали филистимлян даже того времени но тем не менее они не могли даже наконечник сделать помните и они обращались там кузницы кузнецами там так и говорится кузнецами было у евреев вот и на то время филистимляне они были во всей так сказать закованы были платы понимаете у них была техника того времени военная вот корабли колесницы все было и он пришел этот народ одновременно с еврейским народом то есть время действительно одинаковое а те понимаете вот взять оседлый понимаете ментальность очень сильная отличается оседлого народа от кочевого кочевнику ничего терять всегда все имущество вместе с ним он понимаете напал ограбил забрал то что ему нужно он может здесь же поселиться рядом и будет эксплуатировать оседлый он может их не уничтожать просто использовать как дойную корову значит понимаете оседлый ведущий образ жизни народ он всегда понимаете беспокоится о том чтобы ему ну так сказать не вовремя напали значит выжгли там урожай и все такое потерял дом все-все-все потерял а вот филистимляне несмотря на то что у них есть опыт оседлого образа жизни то есть начали цивилизованный народ того времени с точки зрения техногенной и с другой стороны понимаете на то время когда евреи пришли в обитыванную землю тоже был кочевым народ терять собственно нечего было это было очень страшное так сказать мощная сила и они воевали и так то есть это филистимляне это будет основная угроза для евреев филистимляна кстати от филистимлян этимологически происходит слово палестиной именно от филистимлян а можно сказать допустим что из первого дня Господь видит свое пророчество через женщину через Анну потому что здесь кто в ромче спрашивает она и говорила нет о Дивора вспомнился о Дивора о Мариаре понимаете нет достаточно так она Анна мать Савула тоже пророчество Самуила Самуила тоже считает это пророчество в каком-то смысле да понимаете потому что она же все-таки произносила вот там помните песни Адмы причем это текст частично он лег в основном помните прославление матери Бога честнейшую хирурью и славнейшую скажите так вот именно там некоторые слова они все-таки слушай вот в Ветхом Завете Давид это довольно-таки благоводный человек выделяется это он автор псалом доподлинно значит неизвестно то есть есть на сегодняшний день очень развита наука текстология которая работает с литературными памятниками в том числе и с бублейскими памятниками и она сравнивает стили сравнивает многие другие вещи для того чтобы все-таки дать более точный ответ тоже все-таки автор псалом и нельзя сказать что царь Давид написал псалом и даже вообще есть даже такие версии что ну конечно они не приняты церковью но как версии что есть Давид исторический и есть тот кто написал псалом то есть как будто два разных совершенно две разных личности ну это не важно вы знаете дело в том что для церкви это очень такой вопрос как бы не особенно важен почему потому что есть самое важное что объединяет эти книги это так называемая боговдохновенность вот почему церковь отвергает апокрифические книги апокриф в переводе скрытые спрятанные то есть это такого эзотерического оккультного плана не скажу не оккультно это будет может быть слишком сказано хотя в некоторых апокрифические книги достаточно оккультные есть то есть там такие мысли которые ну никак не совпадают именно с мнением церкви то есть их церковь отвергает хотя они называют там Евангелие от Фомы например и Артемида но в этих книгах прежде всего просматривается боговдохновенность это значит что они были написаны по наитию святого и для нас не важно кто автор для нас важно что это прежде всего бог стоит за за теми людьми кто написал что это правда и что это истина и для нас это самое главное знаете как говорят что настоящая книга безтитульная ложь не важно кто ее написал важно что он отразил истину прежде всего мы часто можем не помнить автора но мы помним прежде всего те мысли ценные которым мы научились читая эти книги громче громче ну конечно дело что нужно понимаете вот в чем ценность вот понимаете вот в чем ценность именно церкви почему один в поле не будет почему невозможно спастись в одиночку я всегда вспоминал замечательные слова Ньютона который сказал я достиг всего того чего я достиг в отношении научных открытий благодаря тому что я стоял уже на ногах на плечах титанов то есть он вошел в труд тех кто уже потрудился до него и благодаря тем открытиям научным которые совершены сделаны вы в ней были до него он смог не трудясь не изобретая скажем так велосипед мог воспользоваться этими открытиями и сделать открытие более совершенное и церковь или это ветхозаветная церковь или это новозаветная церковь ее характеризует прежде всего преемственность предание без преемственности предания не существует церковь почему мы не можем абсолютно считать церковью любую протестантскую конфессию вообще не можем считать даже близко по той причине что у них нет преемственности а это значит что то что они говорят это ответ троглавы священное писание цертулиан еще в свое время говорил что это книга церкви многие учителя церкви говорили об этом это книга церкви никто не имеет права толковать эту книгу если протестанты толкуют книгу то они не имеют права себя называть церковью могут только назвать себя любителями литературного памятника под названием библия потому что могут толковать только те кто написал ее а те кто написал священное писание ветхого завета и нового завета они члены церкви а мы тоже являемся преемниками в этом пространстве церкви значит мы находимся в одном пространстве в одном доме под одной крышей если мы выходим за пределы за рамки организма если зуб наш родной зуб которым мы кушаем пищу он вышел за пределы нашего организма это совершенно бессмысленная вещь для нас хотя до этого мы будем его лечить все дело для того чтобы нам спасли этот зуб даже если он почернел церковь это организм это иерархия это ченопоследование это это настолько слаженная институция это 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 живое существо у которого нет разделения между временным пространством потому что те люди которые жили в прошлом и те которые будут жить в будущем и те которые живут сейчас они составляют единое целое и об этом идет речь бесконечно преемственность почему как пока не было материальных носителей на которых кодифицировалось то есть записывалось бы священное писание ветхого завета то господь дал другой путь решения этого вопроса а именно долгожитие право церкви помните сколько жили ной и ему предшествовавшие они жили чуть ли не тысячелетия это все для того чтобы они могли рассказывать всем своим потомкам что Бог творил что он делал от Адам от Адама Адам был собеседником в раю Божьем он все знал и то что Моисей записал это благодаря тому что память церкви это прежде всего живая действенная память на протяжении всей истории она всегда хранила самое важное несмотря на то что впадал народ в своем большинстве появление но были такие люди которых Господь хранил потому что они хранили завет с Богом хранили те знания которые Господь давал и оставлял для данного периода Иисуса поэтому конечно опыт молитвы он не только сохранялся но он еще и совершенствовался нужно это подчеркнуть в течение всего времени какие еще вопросы Господь не только вот израильский народ оберегал он же как-то и остальное свое создание тоже как-то защищает ну конечно а как же как же без этого а какая вот участь в вечной жизни вот этих вот язычников которые миллионы тысячи не гибли вот тоже это тоже вот они судятся по своим делам конечно это суды Божьи понимаете мы конечно не можем об этом говорить как это все будет но нужно помнить о том что Бог есть любовь и для Бога дороги филистимляне мусульмане христиане иудеи все для него дороги раз Господь не ставит выше кого-то то есть просто Господь разговаривал на языке понятных для этих людей но это не значит что понимаете он кого-то любит больше да есть конечно личности которых по сердцу его как он сам говорит есть рабы Господни но но почему Господь к ним особенно относится потому что и они к Богу особенно относились потому что для них в первую очередь был Бог а потом все остальное поэтому они были на особенном счету человек не верен но Бог верен всегда человеку и помните все писание пронизано этим но замечательно Антоний Сурожский выразил когда-то к нему военный офицер подошел и говорит вот я не верующий человек а вот я вижу что вы верующие потому как я оден да но говорит вот Бог вы верите в Бога вы верующий человек а вот ваш Бог верит в кого Владыка Антоний говорит ну как в человека иначе бы если он не верил в него было бы необходимость спасать этого человека как мать она постоянно верит в то чадо который не верит в нее это понимаете чадо верит кому угодно любому кумиру своим друзьям а матери может не доверять а мать тем не менее верит ему верит в него можно сказать то есть верит что все-таки есть там что-то осталось на что можно опереться и исправить этого человечка он может изменить свою жизнь так вот Бог верит иногда останавливает жизнь останавливает потому что она дальше бессмысль это просто уже накопление греха а зачем это делать Бог верит мы должны доверяться Богу здесь очень сложно сказать именно когда мы читаем священное писание Ветхого Завета потому что это все ненормативно для нас понимаете но Господь же всех терпит на земле они терпят а все живут ну конечно если бы он не терпел понимаете то Дух отнимет свой и в персть возвратят значит в каждом человеке есть Дух его присутствие как сила которая поддерживает его жизненность существует что это не говорит о том что все православные спасутся конечно просто православным дана возможность понимаете для того чтобы спасаться при самых благоприятных условиях вот тебе таинство покаяния вот тебе причастие вот тебе святоотеческий опыт молитвы и поста и так далее пользуйся а как спастись понимаете скажем тому же протестанту который отверг себя и сказал что я святой а есть ли вообще необходимость спасаться протестанта в таком случае ну какая же необходимая собственно говоря да я святой ребят и Христос мой друг но это я так решил но помните как сказал Господь что вы смотрите так а я могу смотреть иначе не всякий говорящий мне Господи Господи войдет жизнечный поэтому может так сказать и не помочь а любви аминь которая очень часто произносит протестанты на своих родениях но тем не менее никто не говорит о том что протестанты все скажем так поголовно погибнут понимаете ну нельзя так сказать потому что Бог спасает просто при вот этой понимаете скудости духовного опыта и вообще понимаете единственное что они знают самое важное это то что Бог троичен в лицах это очень важно Бог троится и то что Бог Отец Небесный послал Сына Своего в этот мир для спасения человек это действительно и то что он создал церковь но вот в церкви церковь они упор не хотят видеть вот что церковь это преемственность прежде всего преемственность благодати еще еще вопрос батюшка еврейские пости были от котлов с мясом или были такие вот посты как потом расписали святые не ну конечно а уже мы знаем мы то не знаем чтобы в Египте постились евреи от котлов с мясом да они собственно очень сокрушались что их не вовремя так сказать от этих котлов вывели в пустыню египетскую и мы знаем что Господь дает пост помните как они когда стояли станок возле синаи и так далее постились так вопрос вопросов нет хорошо значит следующее занятие мы прочитаем вторую книгу царств я думаю что книги царств мы пройдем каждую в отдельности потому что вот уже паралипоменон мы может быть вообще даже прокатить не будем прочитать не надо нет прочитать нужно то есть какие-то вопросы если у вас только возникнут потому что в основном эти две книги они они повторяют что-то вообще паралипоменон в переводе буквально это пропущенное человеческое язык это то что было как бы пропущенное но в принципе здесь не только пропущенное здесь и некое такое переосмысление некоторых вещей вот как бы я думаю что мы ничего нового уже не узнаем для нас это не очень важно это важно для евреев того времени для нас уже меньше хотя конечно если изучать подробно с точки зрения такой библиологической то конечно все это представляет интерес так мы посмотрим посмотрим дверь не читать нет я думаю что мы как-нибудь SARS вторую просто пока закончим ну а потом мы перейдем к Эздри ничего время у нас позволяет вот еще да какие наши годы правда какие наши годы ну Псалты конечно можно проходить можно если Аще Изволите конечно можно да потому что ну ее конечно по-другому немножко что-что да хорошо ну потому что мы ее читаем ее мы читаем вот понимаете я просто по каком пути решил пойти при так сказать чтении лекции прежде всего проследить исторический путь а Псалтырь да исторический путь религиозного скажем поиска вот а конечно Псалтырь это ну это такой вот это уже поэзия но песни существующему Богу или преднанному Богу конечно да ну мы подумаем как как лучше вот остановиться на Псалтыре да ну что ну ладно вот на притчах но я тоже думаю мы не будем конечно же останавливаться на премудности к Соломону это конечно нужно читать вот да ну если конечно какие-то вопросы будут потому что они как бы эти книги они осмысливают то что так сказать о чем мы говорим они выражают как-то поэтически молитвенно и так далее и так далее это собственно известные вещи для нас конечно есть очень глубокие мысли о которых не говорится помните мы приводили мысль очень интересную из премудростей что такое манна с неба то есть в самой в самой книге исход ну об этом конечно сказано не так подробно как сказано в книге премудрости вот какая она на вкус была а вот на вкус какая это была кому что кто что хотел ощущать на вкус то и ощущал вот такое чудесное свойство было этой манны мы конечно узнаем об этом из понимаете то есть это такой вот формальный минимум а по содержанию это конечно максимум не манна не что что это, в переводе с Манна, что это, нужно не видели, а действительно кто мог сказать, что это, мало кто мог сказать, что это, вот Манна, вот с неба, вот и все. Так, ну что ж, спасибо за внимание.